Всех приветствую! Вот и наступил декабрь, зима официально пришла и до нового года остаётся меньше месяца. Что же это значит? Значит скоро Санта-Клаус принесёт собачьи подарки! Нет, мороз! Голодная смерть! Новый ледовый период! Это значит, что пришло время спаять какую-нибудь праздничную новогоднюю конструкцию. Несколько лет назад я делал вот такую ёлку. Внутри находится простейшая светодиодная мигалка на основе мультивибратора. В этом году хотелось бы собрать что-то подобное, но посложнее и поинтереснее. Но всё-таки сильно усложнять не буду, схема останется простой и собрать её сможет любой начинающий радиолюбитель. Идея в том, чтобы вместо простого переключения двух каналов сделать эффект бегущих огней. А поможет мне в этом микросхема К561 и Е8. Микросхема представляет собой счётчик с дешифратором, то есть она будет считать импульсы, которые поступают на вход, и в зависимости от их количества подавать напряжение на один из выходов. Всего выходов 10. Таким образом, если к выходам подключить светодиоды, она будет последовательно их переключать. Конечно, импульсы надо где-то взять. Чтобы не создавать их вручную с помощью кнопки, нужно собрать генератор. Вариантов реализации генератора очень много. Например, можно сделать уже упоминавшийся мультивибратор. Вариант неплохой, но немного неудобный. Многие собирают на микросхеме NE555. Хорошая схема, но у меня данной микрухи в запасах не оказалось. Ещё можно сделать на распространённых микрухах 155 серии. Но использовать микросхемы разных серий нежелательно, потому что у них немного разные напряжения питания и так далее. Поэтому лучше взять микросхему из той же 561 серии. Подойдут микросхемы K561LA7 и K561LE5. Микросхемы являются наборами различных логических элементов. Но подключать мы их будем так, что разница между ними будет незаметна. Поэтому можно использовать любую из этих микросхем. Ну что же, перейдём к сборке. Основу конструкции может составлять любой листовой материал. Это может быть пластик, текстолит, ДВП. Можно, конечно, сделать пуленепробиваемую ёлку из стали. Но наиболее доступным и при этом простым в обработке материалом является обыкновенный плотный картон. Лучше всего, если вы найдёте плоскую коробку из плотного картона. У меня такой коробки не нашлось, поэтому просто вырежу прямоугольник. Вообще, вид конструкции ограничивается только вашей фантазией. Я нашёл в интернете вот такую картинку с ёлкой. Распечатал её на принтере. Можно, конечно, что-то нарисовать самому. Если бы я умел рисовать, то, наверное, так бы и сделал. Свои варианты оформления можете писать в комментариях. Наклеиваем картинку на картон, ну или на тот материал, который вы используете. И далее проделываем отверстия для светодиодов. Тут есть несколько вариантов. Можно сделать большие отверстия под сами светодиоды. Естественно, диаметр будет зависеть от того, какие светодиоды у вас. Либо можно проделать отверстия только для выводов. Тогда светодиоды будут торчать спереди. В твёрдых материалах, типа пластика или текстолита, проще сделать первое. Но в картоне значительно легче проделать маленькие отверстия с помощью иголки или шива. У многих радиолюбителей есть специальная дрель для сверления печатных плат и небольшое сверло. Можно использовать и этот вариант. Очень удобно. Если вы проделывали отверстия только для выводов, для фиксации светодиода достаточно просто их загнуть. Если в отверстие вставлен корпус светодиода и он держится недостаточно плотно, можно капнуть немного суперклея. Как известно, у светодиодов есть полярность. То есть если их включить наоборот, то светиться они не будут. Поэтому нужно определить где плюс, где минус. Это удобно сделать с помощью батарейки-таблетки. Определяем полярность и отмечаем её, чтобы не забыть. Собираем схему. Можно собрать её на печатной плате, но изготавливать плату ради такой простой конструкции я не вижу смысла. Можно взять макетку или сделать ещё проще. Микросхемы можно приклеить к обратной стороне конструкции. Чтобы потом не гадать, где у микросхемы какой вывод, нужно сделать какую-то пометку. Например, обозначить первый вывод точкой или стрелочкой. Ну а далее просто припаиваем все детали согласно схеме. Диод ставить не обязательно. Это защита от переполисовки питания. Если уверены, что не попутаете полярность, то можете его не впаивать. Теоретически микросхемы 561 серии будут работать начиная от 3 вольт и до 15. Я советую подавать не меньше 5, потому что иначе у некоторых светодиодов получается очень низкая яркость свечения. Хотя всё зависит от того, какие у вас светодиоды. Некоторые горят нормально и от 3 вольт. Собранную схему пытаемся включать. Если она вообще не работает, ищем ошибку. Если же работает, настраиваем. Для начала нужно подстроить частоту генератора по своему вкусу. Частота будет зависеть от двух выделенных элементов. Резистора и конденсатора. Чем больше сопротивление и ёмкость, тем ниже будет частота. На схеме показан резистор в 1 мегаом. Это довольно много. Но когда я его поставил, оказалось, что в крайнем положении частота всё равно слишком большая. Поэтому я увеличил ёмкость конденсатора до 1 мкФ. Это решило проблему. Скорее всего, светодиоды будут сгореть с разной яркостью. Для того, чтобы её выровнять, необходимо последовательно с самыми яркими светодиодами включить резисторы. Номиналы резисторов придётся подбирать экспериментально. Удобнее всего временно поставить переменные резисторы, настроить яркость, а затем просто взять и замерить получившееся сопротивление. Вот такая ёлочка в итоге получилась. Пока что звезда не горит, я ещё не решил, как она должна гореть. Либо на постоянной яркости, либо может быть сделать плавно пульсирующий свет. Что об этом думаете, пишите в комментарии. Если эта ёлка подарила вам хорошее настроение, можете подарить лайк этому видео, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые. А на этом прощаюсь. Всем удачных праздников и успехов в сборке ваших конструкций. Пока!